девочки всем привет добрый вечер так сказать итак я решила снять такие отчет по своей работе кто в первый раз говорю по новой полное название значит это авторская схема приобретена в группе катрусиные рукоделки у которых один из дизайнеров которых они представляют шире всех так сказать это химера дизайнер авторских схем которые чуть меньше хаеда но более качественные проработанные также в той группе девочки собирают наборы по данным схем а также есть возможность приобрести просто схемы без покупки набора и подбирать все дальше самостоятельно и так в данном случае это вы видите там подсказку сверху скорее всего что это афремов да да это он картина называется его закат над водой и я вышиваю эту схему также данная работа участвует только проекте сп больше чем просто большая скажу честно что есть приглашение в группах есть приглашение насколько крестиков точка ру участвовать в играх с этой работой вступить еще в сп которая есть на ютюбе но данная работа участвует только на ютюбе в сп больше чем просто большая наш организатор лилия букет или отдельный привет и спасибо смотрела последний ее отчет внуку привет также раз мы зашли по приветом привет они в индию надеюсь ты продолжаешь вышивать свою работу загляну на страничку посмотрю как там твои продвижения своей любимой фанатки софии софия тебе тоже привет продолжай смотреть мои видео я надеюсь что тебе все нравится если у тебя будут какие-либо замечания или пожелания ты знаешь куда можно написать итак переходим к вышивке вот так вот выглядит третий ряд третий до третий до третий ряд моей работы это начало и выше то вот столько у меня вот видно даты и сейчас я приближу объем который выходит за вечер за день ну скорее всего это в среднем 2-3 часа вот так вот мои продвижения так давайте пройдемся по схеме как всегда последний вот второй ряд и вот третий так и продолжается тенденция вот вышивка сверху вниз листа вот по схеме вот вы примерно видите вот этот вот цвет это черный даже не черные а бортовый тут и коричневый по моему если я не ошибаюсь ну не факт также хочу сказать что вот это вот место где коричневая вот эта область это особенно вот здесь вот это был капец ну капец конечно капец но он оправдан конечно же дальше я пришла уже на следующий лист тоже сверху вниз нету таких скачков одиночек конечно будут там сложные места ну в принципе все однообразно сверху вниз планирую вышивать так давайте посмотрим что получилось вот так вот появился мой первый домик я вот его уже эту линию до сию скорее всего скоро вот очень красивый тут свет окна а вот где он горел самый интересный момент самый сложный то есть куча одиночек ну и вот такой же момент присутствовал вот здесь и вот в этой части сейчас попробуем лампу да кстати хочу сказать что конечно же я снимаю с помощью своей лампы она у меня диодная на прищепке сейчас в конкретном случае она без шнура и так вот так вот выглядит работа на сегодняшний момент начало следующего дома не могу сказать что было очень сложно но конечно же вызывала ну так это вся работа конечно сейчас так будет идти я так предполагаю что много красного цвета оттенков красного и когда наступает какой-нибудь черный момент или желтенький хахаха столько радости так работу я вышиваю нитками схс я забыла упомянуть также это полный крест и вот такие мои продвижения я поближе вам смотрю так хорошо снимает фотоаппарат поэтому так еще что рассказать я хотела сегодня снять влог даже взяла с собой фотоаппарат я ездила в одно место и в общем там был магазинчик по рукоделию думала зайти туда посмотреть нитки которых не хватает мне для сэмплера но к сожалению был дождь а я была без зонта и я решила что что тут снимать а там был небольшой парк и я думала сниму покажу где-то хожу по городу киеву но к сожалению не получилось моя задумка поэтому пока вот такой вот отсчет сейчас общий фокус возьму точнее общий обзор вот так вот выглядит картина натяжка вот тут вот хорошая а тут не очень я уже разобралась почему не очень тут потому что я не ровно клипсы уже не покажу их потому что подключено нормально все в общем я стараюсь обычно по самой ткани брать горизонталь и очень придерживаться это горизонтали и ставить клипсы сверху ну чтобы максимально добиться ну не идеальной но максимальной натяжки конвей и в этот раз я что-то не очень постаралась зато я это делала с первого раза на радостях что отлично первый лист хорошо будет вышивать я не стал уже переделывать и в общем пока уже начал вышивать следующий лист опять не переделал не знаю буду ли я это исправлять в общем дела такие и так девочки сейчас на данный момент в работе уже выполнено 52 процента и ура да это половина работы как я и предполагала что не второй ряд закончится листов и будет 50 процентов а все-таки лист с копейками возможно два листа вот как раз лист лист как раз заканчивался кстати где-то по моему даже я вам сейчас скажу а ну вот он заканчивался то есть вот так вот заканчивался лист то есть вот это уже остатки и ошметки так сказать рубежа первого листа кстати после утюжки я не заметила что у меня какие то есть переходы поэтому то есть я вот здесь сейчас поближе вот под углом я покажу что переходов нету тоже после того как я утюжила канву то есть да нужна усадка произошла когда я когда я перетянула извиняюсь перетянула канву но эта усадка уж прошла хорошо по минимуму то есть перехода в никаких нету вот я еще разочек то есть ничего нету руками помогу то есть перехода в нету и это замечательно то есть думаю что возможно взять на вооружение этот способ потому что знаю что у многих девочек кто вышивает особенно golden kite там вообще конечно размеры моя картина кажется вообще массе пулькой хотя на данном этапе моей вышивальной карьеры это самый большой проект который я вышиваю будут ли больше не знаю но скажу так схема у меня есть большая причем от химеры то есть это средний получается схема а есть еще больше и так значит с натяжка все в порядке с переходами все в порядке с нитками тоже все в порядке все мне устраивает и я буду с вами прощаться всем желаю успехов в продвижении может быть все обычно желаю там шустрые иголочки побольше времени а я вам пожелаю побольше побольше и самого большого желания к вашей большой самой большой картине почему потому что когда очень большое желание то и за малый отрезок времени то успеваешь сделать намного больше и поэтому я вам желаю успевать максимально больше по вашей вышивке и кто еще не подписан на мой канал пожалуйста девочки подписывайтесь если у вас будут какие-то вопросы обязательно их задавайте люблю отвечать на ваши вопросы люблю когда вы мне пишите всем хорошее настроение и всем пока